Так, сегодня мы начинаем с вами серию роликов, что касается гардероба, что касается одежды в бренде Modres. И первый ролик, с которого я хотела начать, это, конечно, базовый гардероб. Сегодня мы рассмотрим, что такое базовый гардероб, для чего он нам с вами вообще нужен и по каким правилам он строится. Давайте познакомимся. Меня зовут Филипова Ольга, я имидж-стилист, я блогер, веду свой блог на YouTube «Стиль жизни с Ольгой Филиповой». Три года я преподавала курсы профессиональной переподготовки по имиджу и стиле в медиашколе Останкино, и сегодня я выступаю как стилист бренда Modres. Итак, что же такое базовый гардероб? Это как скелет нашего организма. Без скелета нет ничего. То же самое касается и базового гардероба, базового современного гардероба. Что чаще всего я вижу в гардеробах у своих клиенток? Это или вещи, купленные хаотично, на основе эмоций, когда каждую вещь буквально приходится спасать, вытягивать, докупая другие вещи. Ну, абсолютно безграмотное построение и большая трата денег. Или, что происходит чаще всего, это несколько одинаковых брюк, одинаковые по крою, одинаковые по цвету, несколько джинсов абсолютно одинаковых, несколько футболок. И это вот как раз то ощущение, когда вещи-то вроде есть, а носить по сути нечего. Итак, как же строится хороший, грамотный и, еще раз повторяю, современный базовый гардероб? Давайте от слов перейдем к делу. Я уже подобрала здесь базовый гардероб для нашей героини сегодняшнего видео. У нас с вами будет два базовых гардероба для абсолютно разных девушек, разных форм, разного размера. Тем интересней. Да, чуть не забыла, в конце ролика скажу еще пару важных моментов, так что не отключайтесь. Итак, как же строится базовый гардероб? Первое, на основе чего мы берем костюм. Я вот всегда за костюмы, это касается брюк, да, и пиджака. Итак, отталкиваемся от костюма. Причем, вот посмотрите, я взяла очень красивый глубокий цвет, этот темный фиолет, его можно еще назвать чароид. К чему это я? Что базовый гардероб не обязательно черный, но про цвета я еще скажу. Итак, к базовому костюму мы добавляем базовую футболку. Ну, ни один гардероб уж точно без хорошей футболки обойтись не может. Далее мы добавляем к нему рубашку, вы все эти изделия потом увидите. Я выбрала рубашку такого интересного кроя, конечно, это может быть и классическая рубашка, да, но опять же обращаю сразу внимание, она не должна вас слишком обтягивать, если мы говорим про современный модный гардероб. Вот эта рубашка, знаете, на все времена вы будете носить много-много лет, поверьте мне. Что касается верхов, к одним низам, то есть к одним брюкам, по правилам мы подбираем 3-4 верха. Поэтому у нас с вами футболка, рубашка, это может быть лонгслив, например, это может быть свитшот, да, чтобы делать более расслабленные образы, хотя вот такой свитшот прекрасно подойдет и в офисное пространство. И, конечно, поскольку у нас впереди с вами зима, это трикотаж. И обратите внимание, да, он тоже может не обязательно там быть только в молочных цветах, у нас с вами фиолетовый костюм, и мы цветами-то можем играться на самом деле. Так, с верхами разобрались. Дальше мы к этим брюкам подпираем второй пиджак, да, то есть второе плечевое изделие, которое у нас прекрасно будет, естественно, ну, сочетаться вот со всеми этими верхами. Я выбрала вот этот пиджак, я считаю, вот это, девочки, это просто must-have для любой девушки, да, must-have любого гардероба девушки любого возраста, любой комплекции. А уж вот этот пиджак мы это носим вообще в качестве верхней одежды, то есть не тонкую куртку я вам предпочла бы надеть, да, или своей клиентке, а вот такой пиджак. Дальше это, конечно, джинсы, да, ни один современный гардероб не обходится без джинсов. И вот здесь, сразу, может быть, забегая вперёд, скажу, что есть джинсы на любую вообще посадку, на любую фигуру. И, естественно, эти джинсы у нас сочетаются со всеми верхами. Они сочетаются с пиджаком фиолетовым, и они сочетаются и с этим пиджаком тоже. Дальше мы подбираем юбку, это может быть платье или юбка, или платье и юбка, у нас это тоже есть. И ещё одни брюки. Вот я решила выбрать светлые брюки, потому что я считаю, что вот светлые тона сейчас не проблема носить, ну, когда сухая осень. И также предлагаю вам носить светлые тона как можно дольше, ну, пока самая грязь не наступит. У меня, например, тоже есть абсолютно светлые брюки, которые я ношу даже зимой. Ну, и мне кажется, вы обращали внимание, что на улицах очень много сейчас девушек и женщин носят светлые. Ну, и, естественно, эти брюки сочетаются со всеми верхами, они сочетаются с этим пиджаком, и они сочетаются вот с этим основным пиджаком, который у нас как бы остов, да, от чего мы с вами оттолкнулись. Я фанат такого гардероба, тех вещей, которые вы можете носить и в пиры в мир, и в добрые люди. Ну, посмотрите, как классно. Джинсы, да, вот наша базовая футболка, да, и при этом вот этот пиджак. На работу, да, опять же, в прогулке, да, встреча. И насколько это классно выглядит. Замиксовали со светлой обувью, да, и вот уже образ сложился. Надели другой цвет футболки, может быть, подобрали другую обувь, и всё, опять новый образ. Моя задача же доказать вам, да, что все вещи прекрасно сочетаются между собой. Так. Посмотрите, наш образ поменял немножечко настроение, да, стал чуть более, ну, может быть, не такой строгий, да, как в гладком фиолетовом пиджаке. Двигаемся дальше, и, конечно, идеальный базовый гардероб, это когда к основным вашим брюкам, к вашему костюму вы подбираете ещё один пиджак. Это может быть и кардиган, но я вот за такое изделие, потому что оно структурирует, оно собирает фигуру, делает её однозначно стройнее. Итак, вы увидели этот костюм с футболкой, сейчас мы переодели рубашку. Ну вот, пожалуйста, у нас костюм с рубашкой. Вы видите, как всё прекрасно сочетается. Двигаемся дальше. Теперь мы переодели свитшот, посмотрите, как классно сочетается. И что мне нравится вот в этом свитшоте, что он прекрасно зайдёт как в офисное пространство, так, в принципе, и для прогулок по городу. Ну и как я сказала, впереди зима, пожалуйста, трикотаж, он тоже прекрасно вообще будет здесь сочетаться. Хотите вот такого молочного цвета, хотите нежно-лавандовый. Базовый гардероб, конечно, невозможен без верхней одежды. И вот здесь, вы знаете, нет такого чёткого правила. Что касается верхней одежды, вы выбираете то, что подходит именно вам, что вам больше нравится. И что касается жилеток, на самом деле для гардероба плюс сайз это может стать отличным элементом именно базового гардероба, потому что в ней легче, в ней не так жарко осенью, особенно когда ещё осень тёплая. В ней комфортно, её всегда можно снять и легко куда-то донести. И уж тем более бренд славится именно, бренд Модреса начинал именно с верхней одежды. И тут круче их, я вам, девочки, скажу, нету просто никого на рынке. Это я тоже говорю как стилист с многолетним опытом. И мои клиенты любят именно верхнюю одежду, в первую очередь, именно бренда Модрес. Поэтому вот, пожалуйста, базовый, интересный, молодёжный образ. И всё у нас прекрасно, опять же, сочетается друг с другом. Переходим к юбке. Я выбрала для базового гардероба плессированную юбку. Обращаю на неё внимание, если кто-то говорит, вдруг она выйдет из моды, девочки, она не выйдет из моды никогда. Это действительно классная база. Она прекрасно садится на самый разный тип фигур. И тренч, да, мы же говорим с вами тоже про верхнюю одежду, жилетку показали, но тренч, если вы любите такие вещи, то я считаю, это такое идеальное сочетание. И вот именно такой тренч, он также не выйдет из моды, и вы будете носить его просто до дырвы вы не сотрёте, но носить будете долго, пока он вас не надоест, вы не захотите купить себе что-то новое. Девушки, ну не могла пройти мимо вот этой ветровки. Итальянская ткань, двухсторонняя, с водоотталкивающей пропиткой, прекрасно у нас завязывается с юбкой, со всеми остальными вещами. Просто берите на заметку, если вы не любите длинные вещи, или они вам не идут, это прекрасный вариант, как альтернатива, да, более укороченные вещи на осень. Так, ещё один образ. Теперь мы перешли к светлым брюкам. Мы перемерили всё, у нас всё сочетается, я думаю, вы мне верите. Самое главное мне показать, именно как это смотрится с пиджаком. Ну что, если мы с вами вместе возьмём и пересчитаем, сколько у нас получилось образов, я сбилась на 30. То есть вы же понимаете, да, вы каждый день меняете образы, выглядите по-разному, то есть достаточно вполне на целый месяц. И что самое важное, вы весь этот базовый гардероб можете собрать в одном месте. Поверьте, вы такого ни в другой одной компании не найдёте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!